так здравствуйте мои дорогие подписчики гости моего канала я маэстро квартир 1 сегодня 2 инг марс сорваю к марс я все-таки но сейчас немного затишье в играх особо поиграть такого ничего но за исключением green green hill но там у меня опять же проблемам поскольку я вот выбрал режим но я единственно не играю пытаюсь так скажем но не записываю пока но пытаюсь найти вот этот шалаш грубо говоря шалаш где можно сохраняться и дальше может быть я тут что-то запишу но такое ощущение что я наверно скорее всего очень долго буду искать и но у меня такое впечатление на релиз быстрее на наступит чем я найдет шалаш ну кто его знает может быть и раньше так вот значит сарвивинг марс рванин кого-то мы начнем с того что я уже собирался непосредственно данный делать таком есть моды кстати у меня же есть моды я не знаю правда смотрим пойдет но я сейчас попробую вот включить потому что здесь хорошие здесь домики хорошие и непосредственно длинный туннель может делаться вот поэтому так моды созданы игроками да я понял значит смотрите что мы у меня кстати говоря фпс вот сейчас тридцатник но в игре 60 держится да видать все таки комп и чем получше комп и получше ну итак начнем новую игру я не буду тут сохраненным потому что сохраненная который я оставил и там вряд ли я выкарабкать я не оставляю попытки все-таки на большом уровне сложности это все-таки попробовать пройти но как уже наверно все уже давно знает что она обновилась а я вот недавно знал что ну вот только я включил смотрю обновление вот и кубы любишь себя зато вы удивился довольно таки ну прикольный обновление есть хороший вещь значит давайте сразу да то есть самое у нас ну как всегда в россии у нас уровень сложить сразу самый большой так бурильщик бетонный завод экстракторы на топливе ну отлично так значит это первым дальше катаной так те нас 300 300 вот 310 до футурист у нас по моему самый такой я стал да ничего рабочий больше не придумали скажем так более мощнее чем футурист и где-то я здесь кстати говоря видео очень классный значок вот он терпы молот да мы пройти вне конечно можно врате и но мне сердце волосы по душе наверное для того что я еще стой по осушке тут еще эти как многое сейчас добавили лично так и этот терпу вот на мокер помол а выберете до 3 колоний колоний конкурентов с которым вы будете соревноваться в изучении планетарных аномалий и достижений важных вех кроме того можете обмениться с ними ресурсами если честно я вот блин не хотел бы я с ними хотя как вариант до обмениваться в общем то может быть это было бы плюсом потому что в случае того что будет они прилетать что-то покупать да и тем самым финансы может быть появится но с другой стороны я думаю что это наверное все таки легче будет в плане того что сложность будет увеличена до раньше этих не было и нельзя было торговать поэтому было очень сложно одна единственная ошибка она просто накрывала полностью всю игру ну и давайте знать что у нас тут без дабы а что это такое отключайте случайный событий кроме аномальных ну не будем пока это делать так что нам дает блин сушки как я чё-то как-то подзабыл что она самая дает да это вот а последний ковчаг а это в паттере скройки можно быть только один раз да это зима близко показатель частоты аномального холда по не принимает новое максимальное значение на всей территории марса расход энергии время аномального пола возрастает еще больше да вот дальше у нас получается 490 до инфляция это стоимость импорта со временем растет ладно тут щитят сколько у нас сейчас 560 до ну и вроде бы ничего больше да вроде бы ничего больше не не прибавляет 190 же вроде как не было да не будет так показать чистоты полевых бурь принимает новому планете не на сети продумаем но они видите я конечно могу поставить но она не прибавить не убавит вот а подождите или прибавит это я запутал сколько мелких а 510 его про и назад 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 на вот 510 я я читаю так 500 и себя на долгий период так 610 640 670 720 770 800 все по-моему да да вроде бы все дилетанты нет добровольца специалистов показать частоты поведения метро и рух его простое да слушайте я бунт еще будет зашибись да но 810 процентов тушите неплохо неплохо я так думаю мы у хешкин кот я думаю это надолго как горитцам начнется вот эта эпопея прохождение данной эфире так ну высота мы ее назовем с ссср первая наша ракета будет так модульной постройки так с дронами мне обязательно нужно потому что большую территорию нужно будет охватывать на хотя поначалу ты не нужно но в дальнейшем когда будет непосредственно уже сами вот эти колония нужно будет купола купола вот это все нужно будет варопаритель нам точно стерлинг да но правда он единственно тратит к пластмассу а пластмасс у нас вот и мне знаете вот классно разработчики хотя бы добавили маленький малый машина строительный завод вот потому что большой завод он стоил 400 миллионов маленький стоит 150 но при этом вот мне например при маленьком количестве народу в колонии да то есть мы приведем только 12 человек и вы помните на приводится только 12 человек 1 ракет у нас только одна единственная не можно можно конечно подождать когда появится технология что она увеличит количество переводимых колонистов до 14 по моим 16 не помню уже точно но это очень долгий процесс и не факт что он выпадет сразу же дам потому что может быть это очень день в конце потому что там длинная такая цепочка все эти бритвы не поэтому и вообще вы может даже не выпасть вот меня чем эта игра собственно говоря очень нравится то что там вот эти вот изучение всяких технологий она непредсказуемая то есть может выдать что-то может принять вот разработчикам блин спасибо что они хотя бы вот придумали мама маленький завод электроники маленький завод от какой-то запчасти которые делают ну полимерный завод ну как он был такой остался в принципе он даже и и тот и то и сейчас и и тогда в общем-то он был нормальным нужно так 1020 запчастей электроники 10 зонт один если честно за орбитальный зонт но так себе 100 миллионов если честно я бы трончиков добавил да у нас всего лишь 6 у нас дрончик то собственно говоря добавится но у нас грузоподъемница я полностью всякла то и видите мне нельзя разведчик и транспортером взять сразу жалко 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 я бы если честно взял бы для различка либо транспортер поначалу но без топливного кабинета это может конечно без генератора стерлинга обойтись поскольку да у нас там есть металл можно на вот этих вот на металле пока а 400 миллионов потом куда-то в исследовании сделать только интерес сейчас ради интерес мы можем нет равном и нас вот сколько он 200 на 200 миллионов h вес 10000 килограмм а у него грузоподъемок и ну да слушать это то есть либо бурильщик и да слушать а я чё-то это только сейчас представляете только я заметил что бурильщик бурильщика раньше не было это сон управляемый аппарат ведущий разработку подземных но не глубинных месторождений обычных и редких металла при бурении теряется 50 процентов ресурсов месторождения слушать не конечно это классно потому что но не сейчас сейчас он вот для на и вот только прилететь туда нам бурильщик абсолютно не нужно мы собираем с поверхности соберем то что он там есть так мне нужен транспортер чтобы он привозил не блин разведчик или разведчика лучше даже не знаю либо вторую ракету потом да но второй ракет и непосредственно уже до набирать аномалии кстати нам нужны потому что они быстро быстро мы технологии ты будем изучать тоже плюс блин тут еще надо хорошенько подумать орбитальный зонт нужен потому что иногда место высадки дает не самую лучшую на ладно поэтому давайте все-таки вернем наверно вот так вот делаем разведчика да я все-таки надеюсь что нам аномалии какие-то ну поначалу придется изучать прошу прощения проведется изучать все вот так вот в общем то как говорится полетели и увидим что же будет я за кадром выберу карту потому что и так время непосредственно очень много потратить чтобы рассуждение говорится о будущей колонии давайте сейчас я карту выберу опять же найду самую максимальную то есть у нас 810 последний у меня было 965 по вот либо 965 найду приближенную дай либо больше но не меньше той которая была и туда приземлюсь и начну уже непосредственно начнем дальше с вами обустраивается вот собственно говоря мы при прибыли так ну что мы там типа приехали мы организатор миссии россии командующую футурист ну и тут какое-то нам послание я выбрал аравийская земля и если честно мне эта карта напоминает ту карту в которую я играл здесь я постараюсь какой-то вывести здесь некий скриншотик вот такую заставочку где будет на передам координаты вот уровень сложности 900 давайте на паузу поставим 975 а вот кстати говоря пожалуйста да вот собственно горы координаты это плана щит и если пар координатам но вот странно почему-то он не пишет да странно ну ладно вот да еще в обновлении я увидел что можно оказывается на чуть-чуть за кадром поиграл чтобы понять да насколько игра изменилась и что в нее принесли нового я и что-то убрали старые здесь можно я так понял будут исследования какие то есть можно будет на планете вот на это все появляться какие-то аномалии да и можно будет экскурсию по экскурсию экспедицию туда отправлять и там непосредственно может быть какие-то ну плюшечки будут посмотрим может быть это даже плюс там не будет значит что здесь есть как я говорил первоначально ничего особого не дают улучшает выпаривать или увеличивать на 50 процентов да изучим хотя 50 процентов не то не сём а ведь и 60 фпс как будто слушать классно мне нравится но записывая продав меньше хотя бы нет они не лагает притормаживать а вот слушать и вот вот это вот это вот просто замечательно она самая первая мне просто крупно повезло потому что я буду это очень часто заказывать и миллион тратить миллион непосредственно исследовательских очков но при этом миллиону получать денег для того чтобы заказывать ну как что-то покупать да и по возможности вроде бы можно то вроде бы только да она к нам приезжает только колонист один раз а грузовую по вам можно заданию грузовые можно отправлять и что-то привозить скажем земли какие-то материалы но они единственно что там будет дороже дороже так улучшение ветрогенераторов но так сооружается сразу с дополнительными дронами двух штук до увеличивается это тоже кстати нам пойдет квартира хотят так вот так и вот так вот таком порядке но потом это все и конечно можно будет поменять мы крыта так а вот колечко так и у нас что здесь экстратор на топливе так отлично и у нас датчики до автономные то есть мы не тратим на них никаких ресурсов и они не требуют у нас энергию это кстати говоря плюс так нам открыли вот эту область но если я насколько помню карта очень похоже на вту которую я играл как а нет слушайте другая у меня было вот здесь вот возвышенность посередине а по бокам вот здесь вот как раз были это здесь вот посередине маленький такой кратер был по праве по краям были на низина и 2 2 возвышенности на здесь как бы чуть-чуть это эту карту кстати говоря я за кадром до когда играл но они очень-то похожи потому что если по марсу этому походить полазить по вся и но разные открывать скажем так точки вот каждую тыкать и все равно вот это вот ландшафт он будет повторяться в общем в общем и целом так если честно я даже не знаю где бы начать потому что первое здесь конечно это открытый и нам зонт мы можем сберечь чтобы открыть еще вот здесь вот но с другой стороны блин может быть вот на этой все-таки здесь как-то хотя нет здесь если честно блин здесь зима зима и если мы даже здесь обнаружим непосредственно воду или другие какие-то минералы добывать будет очень сложно да там будет замерзать и техника очень много электричества потребует все таки пожалуй давайте вот здесь и начну в общем-то открыто я все-таки сохранить до вот так вот российского один вот кто его знает как игра непредсказуемо чем не на и понравилось что блин может пару слов пройти это машина все порушится ну и давайте приземляться и строить так сказать нашу первую базу так у нас это уже не сканированная дал здесь сканированная так хорошо где-то тебя придя в принципе нам сейчас без разницы где приземляться в общем на целом давайте вот так вот и приземлимся всем поздравляем дорогие товарищи миссия покорение марса успешно началась но не успешно еще пока еще не завершил и слушайте странный корабль и вот странные сушки а до этого у меня был почему-то вот вот какой-то такой по моему был кораблик они не такой знаете вот какой-то новенький был я видел а вот ресурсный челнок это так понимаю одно из нововведений вот что прикольно ну и давайте наверно так пока переименовать не буду так а что мы же мы да давайте бурилищика заберем все-таки нам бурить понадобится очень много особенно поначалу когда у нас чем хотя вдруг может быть не пригодится хоть не отдавать сейчас пока и по времени меня что-то сейчас это еще как как в прошлой серии часа начну это распыляться да много 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 всего на создаю а потом в итоге его окажут глубокой яме так ну давайте первое значит центр дронами блин как его надо так найти расположить так это вот здесь сюда ты не очень удачно да не то не всем ладно тогда его пока оставим в покое ну давайте нам да ладно серьезном ничего вы же там же вышки бесплатные ах ты же жопа металл электроника все равно что ли тратится блин это плохо очень плохо ну давайте я не знаю штучек так вот раз дать здесь давай поставим я раз здесь две штучки поставим пусть они ездят катаются это они нужно сразу давайте изучать непосредственно сектора так сектор нам нужно вот этот прям сто процентов надо очень быстро здесь вот изучите нам нужна вода чтобы нас шоколадисты вот вам пожалуйста вот смотрите удар прям вот вот зашибись вот я блядь вы прошу прощения на вот я выбрал называется место и тут же пошли кровати материале видные дожди и вот самый интерес что вот здесь вот их не будет вот знаете как закон подлости вот я не пошел сюда и здесь никого не будет ничего не а хотя может быть и ресурсов здесь вот должны вот сделать и мне вот это ну ладно сейчас посмотрим может быть может быть возможно возможно я ошибаюсь возможно здесь будет намного круче и и появится очень много ресурсов так все построили там построили так ну там парочку да в отличном так вы увеличился у меня так 377 410 процентов ну отлично ну вот здесь сейчас достроиться здесь как раз появится больше так мне нужно первое на первое значит нам что нам нужно нам нужно топливом топлива наладить иначе без топлива нам хана ну коли да давайте вот здесь рядышком это положим и сюда это что у нас такой бетонный завод серьезно а что это он производит бетон без привязки к залежем реголита потребляет топлива все про факторы поднимают много пыли который состоит в это ближайших построек серьезно он да ладно о как слушайте а прикольно прикольно то есть такая вещь очень интересно то есть мы получается можем бетон то здесь мы будем добывать бетона производителями то здесь мы просто грубых ставим бетонный завод но там наверно нужны людишки вот это вот да летишь у нас пока людей то нету нам но может быть в будущем просто я понадобится так нам нужно 5 энергии я бы я помню что вот 5 энергии нужно вот на эту а штучку так давайте вот так вот насчет на это будет 5 потреблять и нам нужно вводный экстрактор где у нас водные ой вы парите ли он тоже потребляет тоже 5 штучек так как у тебя вот надо так разместить чтобы ну вот значит так дальше мы отсюда прокладывал так вот кабель чтобы всех соединить так не у нас ну сейчас достроить я еще соединю вот вода вода водные водные трубами трубами на вот они трубы еще трубы нам где-то вот так вот но часу да они достроить и он должен здесь я надеюсь он соединить сюда нет ни хрена не соединиться так здесь да ладно блин я поставил неправильно да да жопам блин вот я косяк косяк блин представляете ее пара там он и они же здесь не прокладывается вот вам пожалуйста да я поспешил и в итоге скорее всего наверно блин а если за разбирать уже не разобрать будет как то его надо так ну что ж давайте давайте подумаем подумаем как мы можем из этого серьезно и здесь мы никак не проелезем а разбирать его бессмысленно потому что там так сейчас секундочку в общем я немного тут перестроил ну да накосячил я там не выбрал вот на расплате как это забыл про эти вот расположения видите сейчас я их правильно все разместил и теперь они должны в общем то хорошо сейчас связочка будет работать так здесь сразу же давайте мы склад склад мы разместим наверно вот что что где то у меня склады были о вот они да это я непосредственно новые такие фишечки но всякие для колонистов да все скульптуры общения там еда общение видите ну здесь все все так комбинировано чем чем вот здесь вот точнее но хотя я тут посмотрел разработчики довольно таки много видите они сделали маленький гастроном хотя я вот если честно не вижу разницу вот смотрите вот в обслуживание маленький стоит дешевле но работников также ну то есть требует также три работника ну и стоимость постройки ну и также вот маленький художественный да то есть вот моих художественные видите то есть проще тогда маленький покупать да то есть зачем тогда вот этот большой художественный но я единственно хочу проверить мне у меня такое ощущение что там скорее всего ну вот здесь понятно да три человека или 6 обслуживает ну три человека например обслуживает там 10 человек да вот большой крыло над хуже там 20 человек и тогда вот здесь есть как какой-то смех вот этот я хочу проверить маленький большой чем не будет отличие но пока ранее не вижу и вот такая вот фишечки мне тоже понравились тоже были разработчики молодцы постарались вот такую штучку сделали мы мы гордимся тем что поднялись свой флаг на красной планете так вот поставим но и заодно я не знаю какой-нибудь статую большую но это наверное скорее всего перед вход входом куполом когда купол будет мы перед входом его еще поставим так 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 следовательская вышка также здесь здесь ну где-то так опа вот поймали чеки поймали здесь пока не хочу много ставить и тем более неизвестно сколько там потрачу на это все дело так что тут у нас есть маленькая ну по крайней мере с того раза когда я в последний раз в эту игру заходила вроде бы ничего такого глобального здесь не прибавилось но вот исключение вот пола здесь несколько прибавилось да и ну понятно что все меню поменялось там вот этот сквоз клады видите мой можно уже авто в таком ракурсе его на то есть универсальный один на раньше помните да были склады всего такого ряда там нужно было выбирать то есть сейчас универсальная хотя если чё за вот то прошлое прошлой версиях все таки ну на мой взгляд было удобнее но во всяком случае мне было удобнее особенно знаете в чем это командный центр вот такой вот ну не знаю ну блин не ну самое главное что разработчики что-то езда делали они как так все таки игру обновляли там дополняли и довольно таки ну прикольные клюшечки всякие вели и оптимизация здесь хорошая и скажем так экономическая часть все так составлено удачно но есть конечно косички но я скажу нет но у нас эти косички они настолько мелкие что вот они полностью игру не портят так ну давайте склад металл а знаете что вот топливный я топливный буду отдельно размещать потому что он иногда взрывает там взрывается он и тогда все что ресурсы будут рядом находиться они также почему уйдут в небытье я я этого к сожалению вообще не хочу так ну и давайте где-нибудь вот так вот расположим значит нас не помню что это а склад металлов помогая расположил это у нас пойдет бетон продовольствие пока не надо так редких мы тоже пока не будем трогать полимеров нам нужно поместить электроника обязательно мы сюда тоже выложим на части и все даю нас топливный ну и топливный там еще мне очень понравился сейчас вот в обновлении что когда мы выбираем бетонный экстрактор помните то есть бы было надо вот так вот прям вот прям вот каждую вот этот ну как бы месторождение надо было там чуть-чуть здесь да чуть-чуть здесь но все равно полностью ничего не выкапывать и спать его разработчиком который сделали просто неважно куда вот сюда я тоже поставлю я буду вытаскивать все абсолютно не сканирован производ может прикрыть а перекрыть досок аномалийма ну вот то есть неважно вот я сюда поставили и все вот эта вся территория вот сколько здесь доступно 717 ресурс вон и выкачи блин спасибо разработчики как я замудохался их постоянно ты делаете поставишь там 200 если там 200 250 до будешь потом сносишь другой ставишь перестраиваешь задолбала сейчас это удобно раз поставил и все и вот крест и он оттуда 700 нам бетончика и вытащит да я сюда не ставлю запас вот этой энергии потому что она ну не нужно ну подумаешь чуть подольше будет идти капица и для нашей заправочки до 50 штучек надо но вовсе 50 штук это не так долго так давайте ускоримся коли у нас сейчас такая жара пошла так у нас 86 скоро у нас вот этот изучится и посмотрим что у нас все-таки в округе творится так важные вещи да если конкурентов я поставил бы вот кто занимает вот эти вот исследования да тот первый кто изучил да вот если я проанализировал и аномалию например мой конкурент то естественно я когда проанализирую я за это ничего не получу с конкурентами с одной стороны да там сложность заключается в том что нужно будет быстрее быстрее их развиваться и дальше уже уходить в отрыв но и скажем так и в то же время это некая даже легкость появляется потому что можно заключить союз с ними да и нет ресурсов вот и вот и пожалуйста об ламинго а вот а с другой стороны с ними можно заключить союз да и обмениваться ресурсами и тем самым будет легче по вода по большому счету потому что того ресурса помните у меня не хватало там металла как какой-то момент перестала хватать металла я просто-напросто мог бы мог бы вот в данной ситуации заключиться с кем-то там торговлю и тупо торговать и при этом в общем-то перебоев да не особо испытывать в этом нужны металли как мы помню предыдущих версиях не было конкурентов ножка ну да с конкурентами я поиграл немного да интересно да так она там пытаешься как-то соревноваться с ну и изначально когда игра была без них поэтому я не начал свое новое новую попытку в общем-то все это пройти именно по старой версии игры ну параметрам без конкурентов но с теми же самыми проблемами так а ты построил с у меня господи я что-то тебя этот блин вот эти со сотами так так вот у нас 1 на малька она малька где нас подана на маленько я я знал что нам пригодится разведчик у нас разведчик вот единственно разведчик по моему не требует раньше он требовал топлива но зарядку постоянную сейчас я заметил что разведчик и транспорт транспортник они не требуют зарядки но какие-то не автономные знаете вот очень ушел или легкость то стало то есть раньше нужно было следить за тем что он куда или поехал изучать до хватит ему зарядки обратно вернуться то сейчас можно по всей планете пускать не задумываясь вообще то есть у него даже не туда показатели так что касаемо нашего трактора трактора у нас не будет работать потому что у нас не хватает энергии давайте еще одну большую панельку построим еще здесь кстати говоря у меня такая мала нависе стратим конечно лишку блин так для нас не лишь к получалось а так она и без этого серьезно но отлично послушайте надо же они касса вот так вот соединяться стали это кстати очень даже здорово то есть но меньше нужно вот этих всяких кабелей протаскивать отлично так что у нас тут так ставить по поменьшим так у нас здесь опять этот бетон от бетона добинано бетоном то у нас как раз и проблемы ты не будет так достигнута но мы проанализировали хорошо так что мы изучили мы мы ничего еще не изучили а мы еще ничего не изучили а это нам от открылась гиперчувствительная или гелиотехника выработка энергии обычными большими солнечным панелью увеличена на сто процентов так после многочисленных экспериментов наши из инженера изобрели идеальность солнечной батареи чушки вот в этот раз мне прям нравится что да нам везет прям ну ладно пусть изучает мы ее последнюю очередь пока нам с энергии в общем-то хватает вполне так ну как бы вот собственно говоря до начала положено нашему так сказать покорению новому покорению на большое хардкоре на хардкорном уровне и что из этого выйдет вы увидите уже не последующих сериях я ее как уже говорил в предыдущем видео я говорю что я не забрасываю их да я могу отложить к вам так долгий ящик вот потому что выход выходит новые а в новые хочется скажем так поиграть до игрушки посмотреть поиграть ну вот сейчас я уже в новые там и старый все это не игрался там поиграл ну буду еще тоже записывать их но уже говорится как раз и высвободит высвободил время именно для того чтобы вот вернуться с нового второй рок марс и непосредственно пока покорить вот эту вершину 900 но уже не 965 процентов а 970 на 10 процентов я больше донял ну на сегодня все пока пока с вами был я мальчик квартир один на канал топпер я первый раз пришел ну лайки желать на ваше усмотрение не забываем колокольчик кто подписывается подписаю подписываться на канал чтобы получать уведомления о выходе новой серии ну и напоследок как всегда играйте только хорошие игры все пока встречи увидимся